здравствуйте давайте сегодня постряпаем беляши а для начала поставим тесто сделаем опару высыпаю я сюда полторы столовой ложки чайной ложки дрожжей ну чуть поменьше добавлю сюда немножко сахара соли не нужно за соли потянулась муки немножко и теплой водички еще немножко муки еще муки что-то прямо у меня я наверное две чайные ложки добавила муки чтобы было как жидкая сметана наша опара вода тепленькая прям хорошо тепленькая и ставим в теплое место я поставлю под эту свою лампу под светильник или на батарею а пока опара поднимается взобьем яйца два яйца я разбила можно одну посолим немножко так яйца быстрее и легче взбиваются так Ну и хватит. Тесто я делаю в основном на сухом молоке, когда у меня есть, раньше вообще на сухом молоке делали. Всего жидкости у меня будет где-то пол литра или 600 грамм вместе с яйцом, с маслом. Значит сделаем пол литра сухого молока разведем, наверное ложки 3 столовых. Развожу горячей водой. Пока пора поднимается, молоко подстынет. Наверное я сделаю всего жидкости, чтобы у меня было пол литра вместе с маслом и с двумя яйцами. Масло немножко растопило в микроволновке. Отправлю сюда где-то 50-70 грамм масла сливочного. Можно маргарин, если нет масла. Сразу здесь разведу сахар. Так, где у меня ложки? Сейчас, секундочку, на томи ложку. Сахара сделаю где-то, наверное, полторы столовой ложки. Соли сделаю чайную ложку. Пусть остывает, потом сюда добавим яйца. Опара у нас поднимается. Сделаем пока начинку. У меня фарш свина-говяжий. Порезала сюда хорошую головку лука. Посолю. Все делаем по вкусу. Поперечу. И что-то меня сейчас осенило. Добавить сюда базилик. Сейчас найду. На кончике столовой чайной ложки. Хорошо вымешиваем. Наверное, надо добавить немножко водички. И вымешаем. Еще немножко водички. Вот так, наверное, достаточно. Отправляем в молоко нашу опару. Отправляем. КОНСКИ. вот у меня уже почти полгитра и 2 яйца у меня будет ладно будем добавлять и что я заметила у меня вот так вот всю жизнь стала замечать вот сколько муки не по весу а по объему и вот столько обычно получается тесто когда она подойдет и мы его обо мне мы выкладываем на стол и вот она такого же объема остается здесь у меня примерно где-то 600 грамм муки муку обязательно просеиваем угадаю не угадаю я меня ведь еще два яйца и посуду конечно мне надо взять побольше я последнее время стряпаю редко потому что вредно вчера передача интересная шла нтв как раз вот как похудеть вот там сидели все это у леры кудрявцевой и антона привольного гости и и там было диетолог нельзя никакого рода всякие там голодание эти все диеты бесполезные кушать можно все но в меру так мне надо искать другую посуду еще добавлять водички совсем немножко сейчас я в эту же баночку и служу воды и вот этот женщина диетолог говорит главное питаться сбалансировано допустим два раза в неделю мясо два раза не в неделю рыба ну и все там по списку все продукты должны присутствовать сидел там гостях тарзан наташа королевый муж он вообще сказал что никаких не надо ни диет ничего а просто заниматься спортом вот так показал там такое интересное приседание для женщин все на этом этапе я сильно не вымешиваю вот такой вот всегда делаю жидкости даже можно наверно пожиже вот каждый раз по-разному не особо угадаешь и все ставим подниматься в теплое место я сейчас найду другую посуду или может быть мне тут места хватит накрою сейчас пленкой ставим в теплое место я ставлю на батарею можно поставить в раковину это отверстие чем-нибудь заткнуть тоже тряпкой горячей воды налить махом поднимается продолжаем тесто стояла полтора часа у меня один раз я его подошла помешала поднимлось первый раз помешал больше не мешало сейчас я достану еще муки что-то мало я себе на стене посыпала такая штучка первый раз я пользуюсь сейчас есть еще одна попробую другую побольше надо чуть суточку я люблю жидковатая киста она пышная воздушная когда жиденькая какой-то длинный у меня получился так салфеточку надо салфеточку посмотрим сейчас начнем первый жарить оставляю совершенно маленькую дырочку так сейчас другой попробую лопаткой купила себе набор так надо проверить видно нет меня видно кто порой знаете снимаю а потом посмотрю оказывается я вот сюда убежала под камеру и не видно что я там делаю в это время у меня уже накаляется сковорода с маслом вместе очень очень хорошо накаляю потом убавляю чуть ниже среднего огонь и начинаю жарить обычно я уже сразу на сковороду кладу когда без всяких съемок успеваю одним словом тут быстренько один сделаю там у меня жарится две вилочки сейчас еще один сделаю домашние беляши давно я их не делала еще один еще один хлопотно все это хлопотно я имею ввиду снимать на youtube без камеры то уже давно бы все сделала вот тут тут еще подготовки сколько нужно вот этот красивый кругленький такой начинаем стряпать жарить что-то я совсем огонь убавила фаршем вниз кладем прибавлю немножко огонь на пятерку поставлю у меня на четверке что-то остыла сковорода масло конечно побольше еще один стулья положить ну Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сделаю просто вот такие лепешечки Субтитры создавал DimaTorzok А эти лепешечки можно потом будет сахаром посыпать Вот такие лепешечки И продолжаем стряпать себе вкусные вещи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok